Марина Владимировна Дружинина В классах Марина Дружинина увлеклась математикой и физикой, поэтому выбрала профессию инженера и поступила в институт стали и сплавов. О своем решении Марина Владимировна не жалеет, считая, что техническое образование упорядочивает мышление. Получив высшее образование, Марина Дружинина работа с нейром, затем научным сотрудником, а позже сдала кандидатский экзамен по философии и начала серьезно заниматься литературой. Дружинина вспоминает, что здание института находилось недалеко от редакции литературной газеты и издательства детской литературы. Литературную газету у Марины читала вся семья, и однажды она отнесла в редакцию свои юмористические заметки. Они были опубликованы в одной из рубрик отдела юмора, который назывался «Клуб 12 стульев». Позже был напечатан здесь же ее первый рассказ «Монолог противого человека». Со временем литература стала занимать все более важное место в ее жизни. Марина Владимировна начала сотрудничать с отделом филетона в газеты «Труд», ездила в командировки в качестве корреспондента. Детские стихи у Марины Дружининой появились после рождения сына. Сын подрос, а желание писать для самых маленьких осталось. В 1988 году в журнале «Веселые картинки» появилось первое стихотворение для детей «Подарок». И с тех пор Марина Владимировна начала с «Трудналом» постоянно. В процессе работы у автора сложилось собственное представление о том, какими должны быть стихи для малышей. «Это возраст общения, и поэзия для малышей должна быть поэзией общения», считает Марина Дружинина. В 1991 году Марина Дружинина начала посещать семинар для начинающих детских писателей при журнале «Мурзилка», руководителем которого был Юрий Коваль. Семинар стал настоящей школой писательского мастерства. В этом же году издательстве «Детская литература» вышел первый из стихов для маленьких, дали Маше погремушку. А вторая книга «Ослик-ослик, где твой хвостик» была издана через два года. Со временем Марина Дружинина стала писать обучающие книги в стихотворной и игровой форме для подготовки ребят к школе. «Почемучка для самых маленьких», «Про всё на свете», «Моя улица», «Посмотри на светофор», «Весёлый букварь» и другие. В эти книги вошли стихи, загадки, кроссворды, ребусы и игры со словами. Автор объединил их в своеобразные развивающие циклы, которые знакомят с миром взрослых. Учат запоминать цифры и буквы, в доступной форме рассказывают об удивительном мире природы, животных и предметов. Марина Владимировна пишет не только для малышей. Она – автор замечательных рассказов для детей младшего и среднего школьного возраста. Весёлые и озорные рассказы отличаются ярким и динамичным сюжетом, добрым юмором и ненавязчивой моралью. Идеи для них, по словам автора, подсказал жизнь. Курьёзные ситуации из детства её сына, собственные воспоминания, воспоминания одноклассников и друзей. Рассказы входят в авторские сборники. «Классный выдался денёк», «Весёлые школьные истории», «Хорошо быть оптимистом», «Что случилось в нашем классе» и многие другие. Сборники пользуются заслуженной популярностью у юных читателей. Также Марину Дружинину привлекает мир сказок. В 2007 году сборник сказок «Волшебная флейта» был признан лучшей книгой года Ассоциацией книгоиздателей России. Книге лёгким, понятным ребёнку языком, дан пересказ сюжета восьми известных опер. Перед началом каждый небольшой рассказ о том, кто автор оперы, как она создавалась, в каком году исполнялась впервые и понравилась ли публике. Марина Владимировна продолжает радовать юных читателей новыми произведениями. Недавно был издан полный доброй и волшебной выдумки сборник сказок «Самый чудесный котёнок». Сборник увлекательных и поучительных рассказов для школьников «Сплошная польза». А замечательная книга для дошкольников и «Главное правило безопасности», куда вошли короткие и образные стихотвения, интересные загадки и увлекательные ребусы, поможет заучить жизненно важные правила поведения в доме, во дворе и на улице. В 2022 году в популярной серии «Читай-запоминай» была издана таблица умножения в стихах и картинках. Многие педагоги отмечают, что интересные рифмованные строчки быстро откладываются в памяти и дети с лёгкостью запоминают таблицу умножения. В настоящее время Марина Дружинина автор более 200 книг, совокупный тираж которых составил более 9 миллионов экземпляров. Хорошая детская книга не имеет границ. Многие произведения Марины Дружининой переведены на украинский и финский языки. В 2020 году сборник забавных по их истории «Сказки о животных» был езден на болгарском языке, а в 2021 году он стал доступен юным читателям Китая. Марина Владимировна принимала участие в жюри международного конкурса юных читецов «Живая классика». В 2017 году её рассказ «Бутерброды для птенцов» стал основой единого детского международного диктанта, который проходил в зарубежных русскоязычных школах. Диктант пятый из 28 стран, а Марина Владимировна провела его в школе «Планета знаний» в Арселоне. В нашей библиотеке вы можете познакомиться с книгами Марины Дружининой. «Лягушки на опушке» – это добрые стихи для тех, кто только учится правильно говорить. Они легко запоминаются и помогут развить у маленьких читателей навыки речи, расширить словарный запас и кругозор. А это – спорник весёлых и поучительных рассказов о жизни детей. В эту книгу вошли весёлые рассказы про современных девчонок и мальчишек, озорников, непосед, фантазёров. Вот уж у кого время никогда не тянется бесконечной жвачкой. В эту книгу вошли смешные рассказы и стихи про современных мальчишек и девчонок. Чего только не происходит с этими выдумщиками и озорниками в школе и дома. То они с вампирами борются, то лекарства отконтрольно изобретают. Читайте, улыбайтесь и наслаждайтесь. Как стать чемпионом? Какие бывают фокусы? Как придумать модную прическу? Об этом и о многом другом вы узнаете, прочитав весёлые рассказы из этого сборника. Марина Дружинина очень любит и ценит свою читательскую аудиторию. Она часто выступает перед детьми на выставках и книжных ярмарках. Марина Владимировна признаётся, что в своих детских стихах и рассказах она старается придерживаться девиза – познание сквозь призму доброты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова